это был прекрасный осенний день воскресенье мы решили покормить уточек на белом озере они безраздельно владели водой а вот берег приходилось делить с птицей мира мы конечно же хотели накормить всех молодец в этом году уток было особенно много и когда в близлежащих магазинах заканчивался хлеб в ход шли булочки лаваши и всевозможная крупа это что за уточка у нас там ну и конечно какая же семейная прогулка без совместного фото ребятки здорово все не хочу поделиться с вами необычной историей дочь пригласили на день рождения и там будет тематическая вечеринка скажем так ниндзя черепашки и вот мы женой думали думали и придумали как сделать из маленькой девочки ниндзя черепашку и короче упала задача сделать ей маску жена сегодня померил померила вот так вот просто на дочь и представляет периодически к ее лицу вырезала и такую маску я ее вот эти габариты перенес сюда вот первая стоит об строчка в алекция здесь будут идти потом строчки я сделал сверху и снизу это будут границы туда надо будет наложить красный ремень ну типа повязка как у рафа красная которая потом будет сзади завязываться чтобы потом он обстрочился тройной бегущий стежок трехкратный обошьет а потом через маску и ремень будут прошиваться глаза тоже сатин в алекции в общем вот так все это важно дело пришиться прошиться основе не знаю пока как вот это потом геморрой вырезать глаза получается там будет ремешок двойной и еще габардин сама маска то есть три слоя габардино главное не потревожить нитку то придется делать все заново я уже заправил кусок зеленого габардино ирония судьбы по поводу габардино вот этого жена у меня шлафу его нашла горца шучу нас там за кусок ткани такой большой лежит я когда еще года два назад активно снимался канал балкончик на ютюбе и я хотел сделать там каким при бомбасике короче это хромаке должен быть зеленый фон большой я один раз это попробовал на него посниматься там дома что-то там поделать ну так и никуда это ничего не выложил короче он просто лежал в шафонере и даже тогда не помнил что это за ткань я купил просто вышел зеленую ткань выбрал зеленую ткань купил оказывается это габардин у меня есть теперь огромный кусок габардино в запасе зеленый конечно может он вряд ли куда-то кому-то подойдет хотя чем черт не шутит придут мне для не на черепашки заказать если что буду просто на нем экспериментировать ночью держим пальчики так как эти две строчки нужны для ориентира и в дальнейшем подлежат как бы сказать демонтажу программе я выставил шаг стежка 5 миллиметров с двух с половиной по умолчанию вот в этом месте стоп пойду узнаю подготовлен ремешок для ремешок нам сделали огонь по тайные швы все дела надо как ты вот здесь зафиксировать и поставим самую маленькую скорость класс убираем булавки ну класс класс прям ниндзя черепашка самое удачное что я придумал это просто сделать прорезь ножом вот так а потом ножницами вырезать сквозняет такая же история в общем то из всей затеи меня больше всего пугала вырезать глаза но как оказалось глаза боятся а руки делают резня сделана обжигня теперь так болен это задача не из легких а вот нам надо че еще сделать кстати отсюда на можно и не убирать он сверху она виднеется ну вот у нас есть такая маска но я боюсь что вот это на лицо будет одевать доченьки не очень приятно у меня там есть это в загашнике вот такая штука называется чистая изнанка изначально когда делал первую закупку когда приобретал станок и закупал нитки флизелин все там на первое время я купил не знаю этот на метр погонный так просто для пробы чистая изнанка как-то один раз я использовал но это был не заказ то я гн когда учился первый раз просто хотел посмотреть она приутюживается просто ну и сейчас я буду использовать ее второй раз включаем утюг кусочек у меня за глаза и чистая изнанка такой материал который используется когда делается вышивка надежды на детской одежде то есть ну для ребятишек маленьких до младенцев может быть когда примыкает одежда там каким-то нежным местам и чтобы узелки и всякие хохоряшки от вышивки не натирали кожу не доставляли дискомфорт приутюживается чистая изнанка это какая-то такая плотная марля на ощупь мягенькая и так чтобы нам доску не угандошить я тут на недавно гладил и флюзелин приутюжил пипец ладно рабочие моменты сейчас мы сделаем вот так так и нам же надо еще не попасть на ремешок не знаю можно ли гладить так но я что уже наученный горьким опытом все застилаем марлей когда флюзелин утюжите отпаривание режим отпаривания не нужен он навредит здесь принцип действия такой же нам надо разогреть клей нанесенный на ткани чтобы он прилип приутюживаем ткань поэтому режим отпаривания нам тут не нужен вот доска спасена ну сейчас уже попроще будет по проторенной дорожке да и ткань тоненькая чтобы хохоряшки все эти не торчали то видочек будет не очень ножницы маленько под углом ставим получается что мы снизу как будто бы маленько подрезаемся под ткань горлочек такой то есть эта ткань получается маленечко внутри когда я подрезал чистую изнанку с глаз я вдруг вспомнил что у меня есть более точное орудие труда и взяв маленькие ножницы я прошелся еще раз оба глаза по периметру ну класс сейчас жена с дочерью должны гулять пойти смотри чем нет очень для тебя есть у меня для тебя есть маска вот такая а по ней мы сделали вот такую классно но попытайтесь не видимо да тоже интересен давай выкинем и оденем тебе будешь померить положи пока попытник удалом не денется тебя о глазки совпадают постой вот так постой для полноты образа была вышита пряжка с рафаэлем для ремня и несколько сюрикенов вот такая ниндзя черепашку у нас женой получилось 4 года назад ну пошли искать тимофея тима